Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей от команды СтопФейк. Наша задача находить дезинформацию о событиях в Украине, которую распространяют мировые СМИ, и опровергать ее с помощью фактов. В этот исторический для Украины, России и Европы период на телеканалах, сайтах и в газетах участились случаи пропаганды, подачи искаженной информации и откровенной лжи. Сейчас вы услышите разоблачение самых популярных фейков за последнюю неделю марта, которыми нас с вами пытаются запугать. В студии Алина Суганяка и Марго Гантар. Телеканал «Россия-1» выпустил в эфир программу под названием «Злые духи Майдана. Мистика украинского погрома». В ней, кроме прочего, идет речь о том, что во Львове якобы забаррикадировали и сожгли заживо двух бойцов Беркута, которые отказались встать на колени перед Львовским Майданом и признать действующую власть. Об этом говорит руководитель так называемой «Русской общины Днепропетровска» Виктор Трухов, настаивая, что его информация точно подтверждена. Именно эти беркутовцы были двое, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Далее. Во Львове действительно был пожар на базе силовиков, в котором погибли два человека. Однако он случился вследствие мощного взрыва еще 20 февраля, тогда как сотрудники Беркута становились на колени перед львовянами 24 февраля. Таким образом, трагическая гибель двух силовиков при пожаре не могла быть следствием их отказа встать на колени перед жителями Львова. Напомним, что беркутовцы опускались на колени, чтобы попросить прощения за жестокое обращение их коллег с протестующими в Киеве. В течение прошлой недели в интернете активно распространялись сразу два громких сообщения, якобы подтвержденных документально. В первом утверждалось, что крымчане получают российские паспорта с пропиской в далеком Магадане. Для подтверждения этого приводился скан свидетельства о регистрации некоего жителя Севастополя Ивана Ивановича, который теперь прописан в Магадане по улице Буровой. Распространители этой информации утверждали, что в Крыму никого прописывать нельзя, поскольку он является непризнанной территорией. На самом деле бланк, который был использован для создания этого поддельного документа, вместе с печатью, штампом и многими другими реквизитами, уже долгое время гуляет по интернету. В оригинале на нем указана московская прописка и 2009 год выдачи. Его можно найти на разных сайтах, где он был публикован еще несколько лет назад. Другой, якобы документально подтвержденный фейк касался свидетельства о смерти от стороненного президента Украины Виктора Януковича. В нем утверждалось, что Янукович умер еще 28 февраля в российском Ростове-на-Дону. Однако сам документ был составлен на типичном бланке свидетельства о смерти, который также легко найти в интернете. Например, этот же бланк в качестве образца еще с 2012 года находится на сайте под названием «Купить диплом в Норильске», который специализируется на изготовлении поддельных документов. При этом на обоих бланках совпадают полностью все детали, вплоть до серии и номера. Польский сайт CreasyPL разместил в сети фотографию, на которой участники многолюдного митинга во Врославе якобы несут плакат с надписью «Степан Бандера – проклятый солдат». Сайт утверждал, что снимок является кадром польского канала «Телевидение Республика», снятым во время шествия. Проклятыми солдатами в Польше называли участников антисоветского вооруженного подполья середины прошлого века. Их обвиняли в сотрудничестве с нацистами и зверских убийствах мирного населения. На самом деле, такого баннера нашествия не было. Сайт CreasyPL использовал фотомонтаж для разжигания скандала. На оригинальном баннере было написано «Нет свободной Польши без свободной Украины». А сам митинг был посвящен поддержке Украины в свете российской военной агрессии. Пророссийские силы продолжают настаивать на том, что к власти в Украине пришли фашисты и объясняют свои сепаратистские призывы желанием защитить жителей южных и восточных областей. Однако часто именно в таких митингах участвуют открытые представители фашистских либо национал-большевистских организаций, в основном граждане России. Как уже сообщал СтопФейк, ранее такие люди проявили себя во время поднятия российских флагов в Харькове и Донецке. Очередной случай произошел во время так называемого антифашистского митинга в Одессе, на котором звучали требования присоединить город к России. Как минимум, одним из его активных участников оказался откровенный неонацист, гражданин России и член группировки «Черная сотня» Антон Раевский. При этом он сам не скрывает свою приверженность идеям нацистской Германии. На его правой руке вытаторена надпись «Едем дас зайне», то есть «Каждому свое», которое висело на воротах Бухенвальда. На левой красуется надпись «Блюд унбоден», то есть «Кровь и почва», что является основой нацистской расовой теории. На этой же руке нанесено большое изображение Адольфа Гитлера и свастика. Как видно на страницах Раевского в соцсетях, он является активным участником сепаратистских мероприятий в Одессе и выступает за ввод в Украину российских войск. В интернете широкое распространение получила фотография, на которой изображено большое количество российских танков, якобы стоящих возле украинской границы. Особую популярность приобрел скриншот записи киевского пользователя Геннадий Д., который утверждает, что фото сделано 13 марта в городе Суджи Курской области России в 8 километрах от границы с Украиной. Запись также призывает москвичей воспользоваться моментом и захватить Кремль. Кроме соцсетей, фотография с этим же месседжем получила распространение и в СМИ. Например, американский сайт Washington Free Beacon еще 13 марта проиллюстрировал ею свой материал о подготовке российского вторжения в Украину. При этом в подписи к фото также говорится, что оно сделано возле украинского города Сума. На самом деле этот снимок был сделан фотографом Игорем Зарембо для российского агентства РИА Новости еще 28 февраля в Калининградской области. На нем изображена погрузка на железнодорожные платформы отдельного танкового батальона мотострелковой бригады Балтийского флота для отправки в район учений в городе Гусе в Калининградской области. Тем не менее, несмотря на то, что эта фотография не имеет отношения к стягиванию российских войск украинской границы, Стопфейк не утверждает, что этих войск там нет, как и не утверждает обратное. Вы посмотрели еженедельную подборку самых вопиющих фейков о событиях в Украине. Больше информации есть на нашем сайте stopfake.org. Если вы считаете наш проект нужным, пожалуйста, поддержите нас. Вы можете найти реквизиты для перечисления средств на развитие проекта на нашем сайте. Ваши деньги пойдут на оплату хостинга, расходов на техподдержку и создание недельных видеодайджестов. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш YouTube-канал.